С Атлантики. Оттава хочет заполучить миллион с лишним квадратных километров в море Лабрадор, захватив часть экономической зоны Гренландии. А вторая поданная заявка как раз про Арктику. Но ООН вернула ее на доработку после того, как канадский премьер Стивен Харпер без лишних прелюдий распорядился застолбить за собой географический Северный полюс. И вот теперь перед канадскими учеными поставлена задача доказать, что хребет Ломоносова, на который также претендует Россия, Дания и США, является естественным продолжением канадского архипелага. Гипотетические последствия такого соседства буквально на днях весьма доходчиво обрисовал президент Владимир Путин. Из акватории Баренцева моря подлетное время американских ракет до Москвы 15-16 минут. Я вообще исхожу из того, что у нас уже никогда не будет никаких конфликтов такого глобального масштаба, тем более с такими странами, как Соединенный Штат. Наоборот, сотрудничество нужно развивать, партнерство. Но лодки-то стоят, и ракеты-то там есть. Лодка как только под шапку заходит, под ледовую, все, ее уже не видно. И мы должны отдать Арктику. Помимо гаранта национальной безопасности на северных рубежах, Арктика это по самым скромным подсчетам 22% всех мировых запасов нефти и газа и стратегический транспортный коридор. Кстати, Россия первая из арктической пятерки еще в 2001 году подала заявку ООН на владение шельфом в треугольнике Чукотка-Мурманск-Северный полюс. А в 2007-м водрузила на дно российский флаг.